У меня сейчас целый мир создан в голове, где кот стал президентом. Я не могу все описать там, бесконечный мир. Кот стал президентом и там всего не описать. Представь, кот президент, все бы пошли голосовать. Там бы штраф за жестокое обращение с животными был бы 10 триллиардов долларов, то есть максимальный. Тикток разблокировка. Но при этом сплитику забанить, то есть там бы, короче, просто мы бы, кот, он бы просто просил владелецов тиктока забанить вот этих вот сплитику и прочих подобных ей тварей. Я в обзоре слышал про нее. Гимн бы пели, пели коты. И хор котов подпевает. Кот бы там в прямом эфире ел рыбу. Ну, то есть не рыбу, ну, такие продукты просто, которые полезны для котов. Но при этом эти продукты стали бы очень дешевые и качественные для всех людей на территории РФ. Ну, то, что любит кот, например, там мясо там какое-нибудь. Вообще-то котам рыбу нельзя давать, потому что там кости. Ну, там рыба была бы дешевая и качественная, и колбаса, сосиски там, мяско. Всех хозяев котов заставили бы сделать для котов купить специальные миски, такие большие, с чистой водой. Потому что им нужно из большой миски пить воду. На депутатские должности там бы кот назначал тех, кто понравился котам. Потому что плохой человек не понравится котам. Ну, исключение это те, у кого аллергия. На кошек. По запаху. По запаху, по... Вообще, кот определяет, хороший человек или нет. Во всех фильмах, которые снимались бы в России, всегда бы присутствовал кот. И обзорщики на фильмы говорили бы всегда, что вот кот хорошо сыграл. Они бы там снимали всякую хуйню там. Но при этом кот бы фотогенично хорошо бы там вписался. Во всех фильмах должен присутствовать кот. Чистоплотность. Умываться. Заставили бы всех. Улучшили бы условия труда и зарплаты дворников. Кошачьи корма сделали бы качественными. Они вот это... То, что сейчас вот дерьмо это... Продают. Я там смотрел про Бразилию. Там один был, типа, шоу устроил, устраивал, где он ловил и наказывал наркоторговцев. Потом, короче, он баллотировался и стал, типа, президентом или кем-то. А затем, там, типа, какая-то журналистка слила, которая с ним работала, что он, типа, подставные делал задержания. А другой наркоторговец, типа, на допросе рассказал, что тот является наркоторговцем и просто устранял от конкурентов. Того, короче, судили, он от этого, ну, от стресса умер. И после его смерти, короче, этот, который сказал, что тот, он это просит, что тот наркоторговец, сказал, что это выбили под пытками. И на самом деле это не так. Вообще, охуеть. Знаю, уже Бразилия, Мексика. Охуеть, блядь. В Индии там националисты пришли к власти. Я просто представляю, не представляю, вот в Афганистане, когда НАТО вышло из Афганистана, там всех заключенных освободили, это просто охуеть. Ты представь, я не знаю, делали ли они чистки там, проверяли ли этих заключенных потом, те, кто пришли к власти в Афгане. Ну, блин, представь, столько преступников вышло на свободу, это же вообще... Охуеть, там же, там же сидели не только политзаключенные, а просто какие-нибудь маньяки там, вообще... А так вот, коты у власти заставили бы всех зэков, если кот, если кота, ну, кот, коты приходят, там, кот, он ухаживает, там, трансляция в любом эфире, и потом там подключают через сколько-то времени коту датчики и узнают, испытывает ли он стресс, там, ужас при виде этого человека. Если кот хорошо относится, то можно амнисию сделать, только нужно аккуратно это делать. Все-таки их нужно вдали от людей держать, но просто под домашним арестом, например, или какие-то условия более такие мягкие, но все равно, ну, с этим надо очень аккуратно. Даже если кот полюбит заключенного, я сам сталкивался в Москве, там, с угрозами от одного реального зэка. Было страшно, реально очень. Он был другом, ну, или парнем, мамы моей девушки. Там она, если честно, такое рассказывала про него, что это пиздец. Я бы мог его просто по фактам разнести, то, что он, ну, вот он там меня животным называл, хотя он там ссал, короче, прямо, не знаю, там, в какую-то тарелку или куда, в, ну, когда они там с мамой девушки были, и девушка писала мне, там, охуевала, ну, как бы ужасалась. Потом там другой был, крестный, типа, угрожал мне. Надо было его отпиздить, но я не умею. Он, короче, потом, когда я ушел на ночь, ночью, потому что он меня запугал, он, короче, курил и плевал постоянно, и бухал там, и матерился на кухне, там, и заставлял девушку слушать его. Пиздец какой-то вообще. Она там всю ночь просидела в ужасе, потом ко мне пришла, обняла, я там в сквоте ночевал. Там про меня гадости бесконечно говорил, и курил, плевал, и бухал. В рот один. Когда он сказал, если с ней что-нибудь случится, надо было сказать, а может с тобой что-нибудь случится, не думал, чмо ебаная, блядь. Ну, видишь, я тогда был на Иисуса похож даже внешне, а он, кстати, все это ненавидит. И он, кстати, у него в ВКонтакте там написано, что он воинствующий атеист. Конченый, блядь. Еще и крестным себя, он сам себя, я крестный, с такой, с такой, это, охуевшим таким видом. Он просто хотел проверить, мужик я или нет, типа, ну, понял, что я не мужик, потому что я не курю, не пью, не занимаюсь сексом, там, и... Он и девушке говорил, типа, и не дерусь, он девушке, короче, говорил, типа, я бы на твоем месте сексом, как спортом занимался, там, менял бы мужиков, как печать, ну, долбоеб, блядь, конченый. Хотел бы я вернуться назад, блядь, и отпиздить его просто, но это, во-первых, опасно, можно от человека, можно переборщить и потом сидеть. Да еще и, ну, и виноватым себя чувствовать, да еще и он мог бы меня просто запиздить, там, ну, я не знаю, я же не знаю, как это там сложилось, не разбираюсь в этом. Он возненавидел меня. По полной, из-за того, что я не дерусь, там, ну, на Иисуса похож был, был. Не курю, не пью, не дерусь. Это вот реально, я не преувеличиваю, это не сарказм. Это вот реально такой человек, блядь. Он в Сереге вам посадить, типа, живет, говорит, приезжай к нам, там, эээ, мы там заебись. У меня дробовик есть, там, это есть, это, блядь. Но он, правда, сказал, что у тебя, что у меня волевой подбородок, но я подумал, что он шутит, потому что я реально никогда не думал, что у меня волевой подбородок. Ну, хуй знает. Я тогда и не бухал вообще, и не курил. Там еще мама, девушка, сказал, ты реально такой, или прикидываешься? С такими нужно выпивать и курить, там, и все такое, по-пацански базарить, чтобы зауважали, ну, чтобы они не умеют уважать вообще никого, ну, чтобы хоть нормально, там, нормально быть в глазах. Блин, из-за этой нищеты нет возможности никак вырваться. То есть, вот, там приходится жить в таком месте, где соседи там буянят. В приличном районе не получится квартиру снять или купить, потому что стоит очень дорого. Паучок ползет по руке. Сейчас его сдую. Да, такой здоровый паучок. Не сдувается. Да, блин, как же его, это, сейчас попробую потереться рукой, а я траву. Ну, все. Снял его. Нет? Ай, ой, я его прикоснулся. Блин, паучок. Здоровенький. Здоровенький. Или он на одежде у меня, или там, где-то. Это же Толян Маркин снимал видео, где паук в ванне. Ну, фиг знает. Если бы он просто сразу взял бы его газеткой и вытащил, это нормально. А он там подчеркивал, что он боится паука. Там видео было просто о том, что я боюсь паучка. Бабка курит. Я там пытался нейросеть, там есть, которая озвучивает слова женское лицо. Я там, типа, сделал текст, типа, я буду тебя унижать, я подчинять боль. Там, ну, с милирными волосами такая нейросеть, женщина такая, типа, говорит. Ну, нейросеть даже это не смогла сделать, записать. Просто... Субтитры сделал DimaTorzok Дальше, что будет, я вам скажу, это разделение. Как Северная и Южная Корея разделят вот так. Потому что им это абсолютно на руку. Сделать Северную Корею. Обоснуют это все. Патриоты скажут, ну, хорошо. И... Ну, все, как в Северной Корее запретят YouTube, там, это, это. У нас все закроют. Один профит у них. Уeltал. У дом. У. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...